здравствуйте дорогие товарищи сегодня я снова с вами а вы снова со мной и сегодня я задам тему для очередного обсуждения в комментариях комментарии я читаю с большим удовольствием я про это говорил очень много раз и как мне написали не надо стесняться благодарить за комментарии за лайки да я благодарю вас за комментарии за лайки будем встречаться на полях комментариев да и общаться и очень хорошо давненько я не вспоминал про свою любимую группу и многими любимую группу the rolling stones среди моих друзей всех эта группа номер один да а друзей мне очень много больше чем может даже показаться ну потому что потому что потому вот и все drawing stones it's only rock'n'roll 1974 год довольно странная пластинка многим она не нравится многим нравится а значит пластинка хорошая потому что она вызывает эмоции хуже всего когда говорят ну так ничего альбом можно послушать один раз это значит говно пластинка так откровенно говоря знаешь можно и не слушать вообще никогда и ничего не изменится а если какая-то буря эмоций возникает это значит там что-то есть а есть здесь очень много чего ну во первых записывался альбом как всегда у rolling stones не очень просто много событий разнообразных произошло ну про приключения ричардса во время тур мы писали во время туров как как обычно у rolling stones это бывает бывало и бывает да то все время группа на сцене так или иначе и в промежутках между турами происходила запись но приключения ричардса на этих турах были довольно стандартные ну парень злоупотреблял всем чем только можно и поэтому на сцене выглядел так себе чего не скажешь о студии на работе потому что здесь он сыграл великолепно великолепнейшим просто образом но были и другие события например был уволен продюсер джимми миллер и это первый альбом который stones продюсировали сами без привлечения продюсеров со стороны они назвали продюсера блестящие мерцающие близнецы продюсерский центр продюсерский дуэт как угодно можно называть джимми миллер был уволен тоже за то что слишком стал злоупотреблять и до злоупотреблялся до того что сидя в студии вырезал на деревянных стульях свастики после чего собственно уже был отправлен на вольные хлеба и stones сами решили записывать все дальше без него кроме того билл вайман уехал в лос-анджелес записывать сольный альбом первый свой альбом очень скучный неинтересный и вот как раз из тех из тех пластинок которые ну можно разок послушать да непонятно зачем непонятно совсем зачем у ваймана были записи будут записи точнее после того альбома и поинтересней куда как а первый так себе хотя там привлеченные музыканты были все 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 и в общем ну 1 блин не 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 выпекся у ваймана ричардса это бесило он не то чтобы ревновал он был недоволен тем что музыканты начали на стороне выпускать какие-то записи недоволен был билл вайманом также он был недоволен очень микком тейлором и в данном случае я на стороне ричардса выступаю об этом я чуть дальше скажу миг тейлор понимал и слышал критику ричардса что вынудило его приходить в студию раньше чем все прочее и записывать без ансамбля своей гитарной партии после чего тейлор уходил потом приходил кит ричардс и стирал все что записал миг тейлор ну так или иначе все равно ты его присутствовал и очень много здесь наиграл и хорошо ли на играл на играл так хорошо но туда ли это все было об этом чуть позже но тем не менее пластинка сложилась пластинка сложилась и она конечно очень сильно отличается от того что было до нее записано ровно что она вся пропитана фанком просто прет не в каждой песне но прет просто отчетливо и откровенно билли престон здесь постарался он играл на фортепиано в нескольких песнях сейчас ну по крайней мере в первых двух точно сейчас пойдем дальше я скажу где еще if you can't rock me первая песня чистый жесткий мощнейший гитарный фанк с отличным с отличными рифами кита ричардса очень мощными и со странным соло микка тейлора группа все-таки ритм и блюзовая с с фанком вместе на фанк с ритм и блюзом от его сыграл какой-то роковая откровенно какие-то роковые пассажи откровенные такие очень хорошо сыграно такое ощущение что как-то не отсюда в какой-то другой пришел гитаристы хороший и вдруг сыграл что-то в своем стиле но уложилась ладно бог с ним первая песня хорошо песня хорошая испортить трудно второй номер ain't too proud to back эта песня написана музыкантами группы temptations которую я люблю и ролик есть про temptations на канале можно послушать и здесь уже конечно билл престон выступил по полной схеме начинается барабан и гитарный аккорд мощнейший и такой пассажик билли престона жжем и понеслась дальше фанковая темптейшеновская история в исполнении в прочтении the rolling stones с бешеными гитарами и к концу песни просто раз не раздрай разгул гитарный такой просто просто здорово и конечно любимейшая моя песня лицом ли рок-н-ролл заглавный номер песня было написано и записано миком джаггером и роном вудом дома у рона вуда в какой-то подвальной студии насколько я понимаю миг джаггер с удовольствием с роном вудом они вообще выпивали джаггер пришел в гости они выпивали закусывали и сочинили эту песню и зоны рок-н-ролл потом рон вуд собственно пригласил кенни джонс и барабанщика группы faces в которой он играл и басиста у или уикса и вот в таком составе они записали песню и цену ли рок-н-ролл ронгут играл на 12 струнной гитаре барабаны бас все было записано джаггер спел и потом эту запись принесли киту ричардсу ричардс послушал его дико проперла ему очень понравилась песня он записал свои гитарные партии электрические и песня сложилась то есть в этой песне из rolling stones играют всего два человека миг джаггер и кит ричардс на тот момент времени рон вуд еще не был членом группы the rolling stones и даже авторство его здесь не указано а написано что он являлся вдохновителем этой песни ну песня прекрасная длинная интересная настоящий рок-н-ролл it's only rock-н-ролл ну это не рок-н-ролл конечно для тех кто не знает это такой роллинг-стоунзовский рок ну она красивая она драйвовая она интересная она разнообразная несмотря на то что аккордов не немного но очень здорово и с тех пор запала мысль и ричардсу и джаггеру о том что он вот то не такой уж и лишний человек в группе the rolling stones да и на следующем альбоме уже рон вуд выступал полноправным музыкантом хотя и не был членом группы а был на зарплате еще много-много лет но тем не менее все уже привыкли что вот является частью стон здесь его нет здесь его нет кроме как кроме как бы целый рок-н-ролл till the next goodbye и time waits for no one очень странные произведения для тех кто любит баллады так называемые в исполнении stones это конечно бальзам на уши или на души можно выбирать я не очень люблю баллады the rolling stones хотя я повторю это моя любимая группа из всех существующих ныне то есть даже самые плохие песни the rolling stones они все равно хорошие песни скажем так till the next goodbye она не да кстати вы выцелли рок-н-ролл я уже говорил что на чарли вот с ней играет и когда принесли вот эту запись ричардс накладывал свои гитары накладывал записывал свои гитары чарли вас попробовал продублировать партии барабанов уже записаны и у него не получилось потому что здесь барабанщик фэйс сыграл в песни it's only rock and roll сыграл таким мощнейшим образом как просто джон боном там концу там такие такая бочка такие проходы потомом так так адски все звучит в общем чарли вот отставил это дело и оставил все как есть с барабанами барабанщика группы faces но зато вот в till the next goodbye он оторвался хотя песня медленная баллада до акустическая гитара все дела но с середины начинается разгул появляются уже бас гитара барабаны и здесь мощнейшие удары по всем по всем возможным барабанам чарли отца несмотря на то что песня медленная повторюсь да и прозрачная такая ну тут такого дал он конечно в отместку видимо что в отместку за то что его не записали на этом и рок-н-ролл ну а таймвайд фон фон ован с этой самой цыганочкой микка тейлора не знаю уместный или или не уместный но она конечно не является моей любимой песни прямо скажем вот это вот цыганочка сначала странная а потом песня уходит в какие-то дебри которые очень напоминают ранние записи карлоса сантана до первого альбома еще как будто бы как будто неуверенно играет карлос сантана и вот это какие-то чуть-чуть латиноамериканские какие-то такие вот мотивы и как-то я призадумался когда впервые песню слушал но когда впервые слушал я был маленький совсем и мне очень нравилось все это дело как раз вот это самое сантана почему а потом когда уже когда уже был сантана когда было уже все остальное 2 ничуть такое вообще ну ну ладно в общем я поддерживаю кита ричардса в том что микк тейлор конечно хороший гитарист отличный гитарист у джона майло он прекрасно играл и об этом я расскажу у меня все пластинки джона майло с участием тейлора есть я их очень люблю и одна из них моя самая любимая это crusade 67 год блестящий альбом с миком тейлором а вот в the rolling stones он как-то мне кажется все таки был не на месте при всей своей красоте при своей технике при при своей блюзовости он слишком академичем для группы drawing stones ну да ладно лакшери какой-то непонятный мне невероятный густой тембр гитары с которого начинается это самое лакшери такой просто плотняк я не знаю какие обработки они использовали там ну ну это мне меня заворожило просто и я с удовольствием эту песню слушаю а вот dance little sister очень интересная штука на самом деле это в чистом виде панк-рок сыгранный в стиле буги причем буги не просто буги а буги в стиле марка булана вот такой тройной кульбит панк-рок которого тогда еще не существовало в природе 74 год тем более что англия тем более записи было и в германии это произведено но получился откровенный панк-рок в стиле буги в стиле марка булана сыгранной группой the rolling stones вот так вот и интересно if really want to be my friend ну еще одна джаггеровская баллада слезоточивая не выделяющиеся ничем шутенка следующая песня я ее пропущу потому что она мне не как-то не очень нравится ну несмотря на то что как бы джаггер из джаггер а вот fingerprint file это да это если они в dance little sister dance они предвосхитили панк-рок в музыке то фингфинг принт файл это уже про практически talking heads джаггер играет на гитаре очень хорошо мне очень нравится как он здесь сыграл на гитаре очень ритмично при этом при этом не совсем ритме вот как ритмично но не совсем ритмично вот в этом самый кайф и существует когда внутри внутри метра все четко здорово все но чуть-чуть чуть-чуть вот как-то вот такой вот дыхание есть и просто дэвид бирн потом стал играть похожую музыку на фингер принтер фингер принт файл очень зверская песня одна из моих самых любимых у rolling stones до сих пор на самом деле вот такая вот пластинка я ее очень советую всем кто любит эту группу и всем кто любит рок-музыку в принципе потому что самая лучшая рок-музыка это дороге стоунца мое мнение соглашайтесь с ним соглашайтесь это будет правильно пошел пить пока